А в частности, когда есть нависание верхнего века? Да, 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 да. Я думаю, я открою, ты все приоткрывай, вот тут проблема. Давай мы тебя уколем сюда. Супер. Давай уколем. Угу, у нас сюда. Сиди, пожалуйста, в ровочке. Я тут, Ванна, у тебя морщина, и тебя сахаловала. Боже, поднимай вверх. При всем при том, что фронтально-то сахаловое. Нет, он работает. Почти нет. Он не выражен. Да, у меня тут хорошо. У него больше, видишь, медиальная часть, вернее, латеральная. Да, у меня вот тут. Здесь хвосты. Здесь нужно работать именно с депрессионными мышцами, с хвостами. А здесь я бы чуть-чуть поставила, чуть-чуть легенько, так бы, повыше. Ну, сейчас дойдем к этому. Вот тут вы нахожу. Открыть. Подожди, надо сначала закончить. Вот эту, да, зону, потом это. Девчонки, значит, я вам рассказываю со стороны, которая понимает, кинезологи, массажисты. Вот это вот вся восстановительная реабилитация. Вот это вот надо вылечить. Поэтому я беру, говорю, дали пересохну. Садись и смотрися. Что мы должны учитывать, когда ты видишь, вот пришел человек. Ты сначала оцениваешь, что как у меня так работает в голове компьютер. Космую структуру. Если мы говорим за здесь, мы не берем, там, допустим, позже будем говорить, платизма, с чем она связана, почему можно, почему нельзя. Мы сейчас говорим конкретно об этой зоне. Что вы учитываете конкретно в этой зоне? На салонный угол. Есть нос. Вот такой. Мы его колем. Один вариант. А есть, как у тебя и у меня, выражен на салонный угол. Следовательно, если здесь условно яма, и, соответственно, мышцам легче притянуть к этой дочке и образовать вот этот балкон. Следовательно. Но если пришел вот такой человек, то ты понимаешь, что тебе сюда много колоть не надо. То есть, бывают такие случаи. Нет. Ну, если греческий профиль, да? Вот если греческий профиль дешевый, тебе сюда колоть процеров можно и не колоть. Ну, ты сэкономишь там три единицы. Это связывается количество единиц с фронталисом, это правда. Но если морщины здесь нет вообще, то ты можешь и не колоть на самом деле. Либо колоть чисто символически там одну единичку. Потом так. Ты когда взяла шприц, ты должна его разработать. Вот это место. Да, да, да. Это очень важно. Это очень важно, потому что, чтобы... Смотри какие. Ты тут не накосячишь. Обязательно. Не накосячишь вообще. Поэтому берешь самую беспроблемную тучку. Даже если тебе не надо туда колоть, ты взяла перпендикулярно, глубоко сильно не надо, мышца поверхностная, и вколола одну-две. Если надо, в моем случае, это три, а может и четыре. Что ты учитываешь? Назальность присоединяется к этому движению или нет? Вот все эти кроличи. Конечно. Это тоже мышца. Чтобы вот этот кублекс красиво помогает с вами. Расслабить. И тут... Назальность обязательно. Две. Вот тут две, наверное. Подожди еще. Подожди, мы просто проговорили, что это тоже иногда входит в эту зону. Дальше. Что ты оцениваешь? Расстояние брови. То есть она пришла, ты так смотришь, есть нормальный залом или нет? Есть. Допустим, есть. Они параллельны или не параллельны. Или они идут вот так, или они идут вот так. По вот этим двум заломам, или когда в статике есть, или когда их нет, она свела, ты видишь у нее, допустим, вот так. Ну, не важно как. Ты по вот этим морщинам понимаешь, какое брюшко у нее активно. Есть морщины вот такие. И мы учитываем механику движения, то какое брюшко активнее? Если вот так, смотри. Какое брюшко активнее? Если это горизонтально, а это условно, ну, верхнее, скажем так. Просто бывает так, что, допустим, сводит брови, допустим, одна чуть вверх пошла, бровка, да? Да, включается вот так. А мешка включается. Бывает так, бывает вот так, бывает по-разному. Ты в статике смотришь и в динамике. Так вот, есть у нее вот такие морщины. Есть спеши, потому что девочки, ты себе спешишь. Вот такие морщины у нее. Какое брюшко выражено? Вот такие, смотри. Всегда морщина поперек волокна идет, поперек движения. То есть, если морщина такая, то вектор движения вот такой. Ну, поняла? Если она вот такая, то, соответственно, как? Ну, в зависимости от этого, по-разному колем. Вот так. Какое брюшко скинье. Девочки, мы смотрим, мы смотрим, беломеханика. Если она свелась вот так, и мы видим вот этот хвост, он над бровкой лежит, то мы колем вот так. А если хвостик пошел выше, то мы берем немножко выше и чуть-чуть сверху заходим. Поняли? Да. Потому что они все разные. Но это встречается, скажем, каждый третий, у него есть асимметрия. при динамике. То есть в динамике. Ну, на самом деле морщина звучащая такая, а иногда вот такая. То есть, смотрите, а что я поняла, что як и де морщина, в сторону мы шуток, так и колы. Да, смотри, какие морщины ты вообще, когда ты вот амблюдаешь над человеком, когда вот он минуцирует, морщина может быть такая, а может быть какая? Она не такая. Нет. Нет? Она вот такая. А ну да. И ты вот этот перпендикуляр, если она такая, ты ведешь перпендикуляр, ты понимаешь, активно вот эта головка. Если морщина вот так сместилась, ты понимаешь, что активно, больше активно вот эта головка, потому что вектор движения, он как бы расположен между головками, и примерно он вот так. Это техника, которую я колю. Так? Значит, вот ты учитываешь, когда ты смотришь, первое, косну структурно-салобный угол, ты посмотрела дермальные заломы, какую брюшка активнее, сразу поняла. Видно по морщинке, которая заламывает. Все она вот тут. Дальше твой компьютер работает, ты смотришь, когда она свела, есть ли нависание верхнего века, и насколько вот этот дерматохалязис, лишняя кожа выражен, потому что ты понимаешь, что если ты сильно уколешь здесь, допустим, 4 и 4, и мышцы, вот тут, да, короват, и мышцы, допустим, разъедутся, то вот эта вот вся, у меня просто там обрезана, вот эта вся лишняя кожа, она закроет глаз, и я не могу на себе показать, брови разъедутся, и вместе с ней уйдет кожа, и она иногда перекрывает верхний, перекрывает медиальный угол глаза, понимаешь? И чтобы вам было понятнее, то есть никогда не колите много, если вы видите очень сильное, уколите 3 единицы, и если вы, допустим, через 2 недели пригласите на дополнительную осмотр, и если, у меня тепленькая, и если будет мало, чуть-чуть будут, они немножко вот гулять, доколите еще по 1 единице, потому что если вы уколите сразу 4 единицы, они или разъедутся, и повисли в глазе, поэтому по чуть-чуть, но лучше докорректировать. А докорректировать через месяц? Через 2 недели. Девочки вообще, честно говоря, вот американцы, они корректируют 2-3 недели, до 21 дня, потому что иногда бывает такое, что проходит 2 недели, да, и еще где-то лобик гуляет, вот фронталис, и там говоришь ей, там надо срочно прийти, она говорит, ну пожалуйста, говорит, ну можно там через 4 дня, вот на допустим на 18 день, а потом звонит, говорит, а у меня уже все, я уже не буду, я его не корректировала меньше, поэтому до 21 дня. Ну это такое, знаешь, я вот в последнее время беру, где-то на 18 день. Оно не принципиально, гораздо важнее понять вот эти моменты, понимаешь, вот эту механику, вот эти заломы, и как, и куда тебе нужно, у кого-нибудь. У тебя это не может складываться, ты сейчас поняла, сейчас вот это, потом вот это, у тебя это сразу должно сложиться в картину, и ты должна оценить, оценить вот эту вот, весь этот комплекс гулярный. Что еще нужно учитывать? Длина иглы. Инна работает длинной иглой. Я работаю только тонкой, и она 8 миллиметров. Соответственно, брюшка идет, неважно это или это, она идет выше. И заломы, как правило, вот эти галочки, они намного дальше конца иглы. Соответственно, я попросилась ввести брови, я беру карандаш и ставлю. Мы сейчас не доходим до кости, я взяла вот так, вот взяла, вот так взяла, приложила иглу, поняла, у меня какой вектор движения, такой, 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 допустим, это посередине. Я приложила иглу, я поняла, где я должна зайти, и я, видишь, я вот весь на сеткане, оттянула, от кости, оторвала, зашла, поняла, что я на месте, на всю глубину иглы, ввела 3, 4, или 5 единиц, и, если мужчина, и прокапала еще одну на выходе, у меня мышца идет вот так, и точно так же повторяет ее подвижение игла, но я вышла, а хвост-то дальше идет, я вышла, прокапала одну венечку, и я ставлю потом, ну, допустим, вот у меня вот этот вектор, вот я вот это проколола, вот, участок, я ставлю еще одну единичку здесь, а горизонтальный хвост, он тоже работает, и я по-любому ставлю одну или две папулки, 0,5, 0,5, до средней зрачковой линии, до средней зрачковой. Да, хвостовая часть мышцы, она всегда будет, даже если ты вот так зашла, еще дополнительно поставила вот эту точку, одну единичку, или 0,5, все равно вот эти две нижние, вот этих два хвостика, втяжение, я докалываю. Один или два? Вот кожного. Только игломерка, как и на ногу. Белая папула, срезом иглы вверх, большой восклицательный знак. Я никогда не опускаюсь, даже если паттерн, если вот эта запятая прямо на брови, я никогда не колю здесь, я отступаю, хотя бы 2-3 миллиметра, и колю на всякий случай. На всякий случай. На дифузе. Девочки, мы не поймем... Это внутридермальный пол, он никуда не стечет. Не бойтесь диффузии, не бойтесь диффузии, в том случае, если вы уколете вот срезом иглы просто белую папу, он не пойдет никуда. Это на верхние слои кожи. Понимаете, это те волокна, которые вплились в кожу, ее сокращают и формируют морщину. Этого не бойтесь, бойтесь уколоться дубже. А если вы поставите срез иглы, почему я постоянно на этом концентрирую внимание? Если срез иглы вверх, вы просто... Вверх не складываете. Ты положила вот так, ты положила только прожжу. И вы не получите. Надулы ее. И вы не получите рассложжение. Они всегда ойкают, потому что это самые болезненные вколы, это поверхность. Теперь, да, смотрите, есть еще такой момент. Бывает такое, что вот эти корругаторы, да, вот наша мышца, она длинная и горизонтальная. Это есть у некоторых мужчин. И получается, что она заходит за среднезрачковую линию. Поэтому, вот дошли до среднезрачковой, не колите, если она дальше, не колите ее. Потому что там получим осложнение. Оставьте лучше на через две недели. Да. Оставьте на через две недели. Но, если вы в себе уверены, можно сразу, да. Вот. Тогда срез иглы вверх. Если вы уверены в себе и умеете хорошо делать эти папулы, тогда подняли срез иглы и укололи беленькую папулку поставили. Это если вы в себе уверены. Если не уверены, поставьте на эту коррекцию. Мы будем сегодня эту папулку делать, да? Да. Затем, это важно, какие ключи. Хвост, девочки, длинный. Ты отключила эту часть. Компенсаторно включается вот это. Если ты не доколола равномерно вот эти два хвоста, у тебя будет перетяжка. Вы видели такие лица, когда человеку сделали междубровку и у нее вот так идет полоса. Прямо вот так в тяжении. Ну, это не часто бывает. Не часто, это редко. Прямо, она говорит, а что это? Ну, это у меня осложнение ничего прислали. То есть, если хвост, верхняя часть продолжает работать, он будет перетягивать и образовать, и образуется характерная такая полоса. Компенсаторная морщина. Понимаешь? То есть, ты всегда смотришь, ты смотришь, какое активно уколола, доколола и поняла, что если где-то что, ты докалываешь подложение этого хвоста. Хотя бы поверхностные пакулы. Хвосты всегда важны. Вы задавите. Если вы... Вроде их нет. Но как только ты уколола тут и не уколола тут, они тут же появляются. Ну, да. Тут же. То есть, любые... И продолжение. Любые втяжения. Да, да. Компенсаторно. Любые втяжения. Как еще можно определить? Не только свисти брови. Иногда некоторые не могут свисти брови. То есть, они не активные. Простите, очень сильно зажмурится. Вот сильно-присильно. Да, вот нос. Вот так. Как в детстве. Знаете, чего-то боимся вот так. Вот так просите зажмуриться. Вы увидите все, что вы можете увидеть. Все, что у него есть. Потому что вот так не все могут. Вот так тоже не все. А когда зажмурил, все видно. Вот видно все. Потом важно... Зажмурся сильно-присильно. не буду. Смотри. И так морщим до хера. Смотри. Допустим, залом у тебя есть дермальный. Ты расслабила, а оно все равно есть. Что я беру и делаю? Ну, конечно, можно подрывать, можно берить резантом. Но изначально, что я делаю? Когда ты понимаешь, что ты не можешь сильно много уколоть, потому что она будет смешная, если все разведется. Я беру, я беру, я вот, допустим, эта морщина, я ее прерываю сверху условно и снизу. То есть я не конец и конец заберу. Я отступаю 0,5 отверха, 0,5 от низа этой полосочки морщины и колю здесь и здесь просто поверхностные папулы. 0,5, 0,5. Обычно я хочу побольше разной ситуации. Допустим, да, вот у нас корругатор, головка корругатора, да, и вот у нас головка корругатора, вот мы укололи процерус, но он вплетается во фронтальную лобную зону, он раздваивается еще как рожками такими. и иногда мы колем сюда, к примеру, там вот три сюда, три сюда, три сюда единицы, но вот эти рожки, они раздвоены. Это вот то, что Алла сейчас говорила. Мы берем 0,5, 0,5 в самую верхнюю точечку, это хвостовая часть, это то же самое, да, это то же самое, что вот видите, хвостовая часть корругатора, видите вот эти втяжения, это его хвостовая часть, и вот хвостовая часть вот этого процеруса. Это вот то, что проговорили. 0,5 сюда поверхностно и 0,5 сюда. Оно красиво расслабилось и будет равноверно и в обе. Вот тут сделала, и вот тут сделала, да? Нет, Алусенька, смотри, дорогая, мы сделали вот здесь. Потом, вот видишь хвостики, такие рожки, и вот эти рожки по полю срезом иглы вверх 0,5 и 0,5. То есть, если мы хотим ровный, красивый лоб, потому что, вы же понимаете, они все разные, нет как таковых схем. Есть пациент и есть его биомеханика мышц. КОНЕЦ